Утренняя информационная программа «Нахабар-24» в студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем сегодня. Вскрыли 30 метров автополотна на нейтральной территории в Кустанайской области. Почему сотрудники дорожных служб пошли на столь радикальные меры? Владельцы всего 1% домов в столице провели газ, тогда как полную газификацию мегаполиса планировали завершить с опережением уже в 2023 году. Кто или что тормозят темпы? Чем грозят новые американские санкции России? И начнем с погоды. На территории пяти областей на севере и в центре Казахстана из-за повышения температуры синоптики прогнозируют подъем уровня воды в реках. Также метеорологи предупреждают о сохранении опасности схода снежных лавин в бассейнах рек Большая и Малая Алматиньки. Из-за паводков приостановлена работа пропускного пункта Желькуар на границе с Россией. Большая вода отрезала часть республиканской трассы между Житикаринским районом и соседней Челябинской областью. Чтобы обеспечить проход талых вод, дорожным службам пришлось, что называется, вскрыть 30 метров автополотна. Сейчас движение на подтопленном участке закрыто для всех видов транспорта. Все подробности в материале нашего собственного корреспондента в регионе Натальи Строковой. Смотри, столбик как утонул. Тут сантиметров 50 воды где-то здесь, да? Часть дороги, которая ушла под воду, сотрудники чрезвычайной службы мониторят круглосуточно. Трубы, которые проходят под трассой, не справились с большим потоком талой воды. В результате она затопила часть автострады на нейтральной территории между пропускными пунктами России и Казахстана. Для лучшего прохода воды 30 метров асфальтового покрытия временно разрыли. Первый день же, когда вода поднялась, на 10 сантиметров, чтобы она дальнейшего не поднималась, получается, через дорогу. Все эти работы у нас проводятся. Металлическая водопропускная труба изымается. Там дорогу вскрывают, чтобы вода проходила без аварийно. Движение на затопленном участке закрыто для всех видов транспорта. Эта проблема всплывает каждую весну. Помочь может строительство моста, говорят местные чиновники. Но это далекая перспектива. Пока же людям предлагают пересекать границу в других местах. А это минимум крюк в 150 километров. Корабылки есть, мутропуск, Тарановский, по-моему, есть мутропуск. Поэтому можно будет воспользоваться обходными маршрутами. Это временная мера, которая позволит сохранить дорожное полотно. Поэтому такие временные неудобства населения терпят. Ездить в объезд жители приграничных районов будут еще ближайшую неделю. Потом вода пойдет на спад и дорогу снова закатают. Пока поводок, по данным Житогоринского оперативного штаба, находится на пике. В ближайшие дни планируют пополнить и обновить запасы сразу в пяти водохранилищах. В их числе и Жилкуарская. Оно обеспечивает водой весь район. В среднем город Житогора потребляет в год 2,5 миллиона кубистской воды. Нам с лихвой хватает. Полный объем нашего водохранилища составляет 28 миллионов 800 тысяч. Мы на этом закрываем затворы. Ее хватает на весь год. В зоне риска в Житогоринском районе числились два населенных пункта. Но, по словам специалистов, опасность в них уже миновала. На контроле остались поздно вскрывшиеся реки. Мы мониторинг производим в русле реки Шевченарки, поселка. Обследуем русло реки, смотрим, как лед идет, как вода идет, для того, чтобы все-таки оперативно принимать решение. Сейчас, в данный момент, приток где-то порядка 100 тысяч кубов в час. Один затвор работает. Если будет приток увеличиться, будем, естественно, открываться побольше. Возможно, даже с опережением. Снег в регионе практически сошел. Теперь ото льда дружно освобождаются реки. Область вступила в активную фазу половодия. По прогнозам, в зоне возможного подтопления находятся 95 населенных пунктов. Для 10 тысяч человек, проживающих в них, предусмотрены места для эвакуации. В режиме повышенной готовности находятся 3000 спасателей и больше 1000 единиц спецтехники. Наталья Острокова, Еремик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. Село затопило на севере Павлодарской области. Талые воды хлынули на улице сельского округа Алаколь в Железинском районе. За зиму там накопилось много снега, а резкое потепление спровоцировало паводок. К тому же талая вода пришла и со степи. Больше всего пострадал дом Алии Ибраевой, расположенный в низине. Утром супруги проснулись и обнаружили затопленные комнаты. На кадрах любительского видео видно, как, вскрыв половицы, сельчане пытались своими силами откачать воду вручную, ведрами. Но она все пребывала. Местный Акимат помочь пострадавшим ничем не смог, сказала женщина. Поэтому они обратились к районным властям. Кашкиров, район Аким, больше не приезжал. И ничего мне не делать. И друг друга они меня толкают. О том, что ты не получишь никакое жилье. Так они мне сказали, не наглей. Предложили они мне однокомнатную квартирку, домик бабушкин старый. Временно. Временно. И то, и не сейчас. Я сейчас живу у родственников. Но я тоже их не могу смещать. С тремя маленькими детьми. Тем временем в село Алаколь выехала специальная комиссия. Эксперты, обследовавшие затопленный дом, пришли к выводу, что технических повреждений после паводка жилье не имеет. Пострадавшей семье предложили жилье для временного проживания. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о жилищных отношениях, жилье предоставляется гражданам, единственное жилье которых признано аварийным и предоставляется в порядке очередей. Асхат Ниазов Сегодня такие трубы торчат почти у каждого дома в жилых массивах Железнодорожный, Агрогородок и Коктал-2. До первого Коктала или того же Юго-Востока их еще не дотянули. Ну так вот, просто торчащие из земли трубе по-хорошему бы в дом заходить да газ проводить. В этой семье, например, только сейчас начали этим заниматься. Сколько встало вам? Ну, где-то, они говорят, 700 с половиной. 750 тысяч? Ну, еще есть внутренние. А, то есть это еще не полное? Это еще не полное. В общем, тяжело, да, чтобы газ? Конечно, тяжеловато, да. Какие-то субсидии, там, государство как-то помогает, нет? Нет. Хотя бы помогли пенсионерам. Ну, что-то тишина. Как же так? Было же обещано помогать социально уязвимым слоям населения. Пенсионерам помогает как-то? Акимат проводит газ? Ну, только это газовый счетчик в комнате 70 тысяч. Только счетчик поставили за социально? А все остальное сами говорят? Да, да, сами где-то 600-700. Таких денег нету, да? Нету, нету. Скажите, газ провели? Нет. Нет? А что? Денег нету. А что жок? А сколько стоит? Что сколько стоит? Газ провести? 700. 700 тысяч? Да. Нету, да, у вас таких денег? Я многодетная мама, вот сын многодетный, мы не сможем. Подождите, ну а вам же должны помогать в Акимат. Не помогаю. В Акимате рассказывают, что все это неправда и людям помогают. Даже цифры привели. Акиматом города Нурчулцан в целях поддержки социальных условий населения решение Масляхата принято постановление, согласно которого выдается помощь единоразовая, в том числе для пенсионеров, для многодетных семей, для инвалидов, для семей, которые воспитывают инвалидов. У нас едновременная разовая помощь будет усмотрена в 263 тысячи нг на газификацию дома. Сколько уже вот таких выдано? Надо уточнить допусы вообще, потому что там другое управление занимается. Получается, что на деле выплаты положены, но люди об этом не знают. Потому что нам удалось найти пенсионера, который провел себе в дом газ, и ему помогли деньгами. Помогли, да? Да. Государство помогло? Государство помогло. Где-то 250, по-моему. А, то есть 250 плюс 570 ваши или в эту сумму? Нет, нет. То есть вы где-то 1200-300, да, за то? Да, где-то так. А, то есть государство помогло? А, то есть 270. Дотация как пенсионера, да, была? Да, так как пенсионер. Более того, в одном из банков второго уровня совсем недавно начали выдавать беспроцентные кредиты специально для проведения газа. Теперь давайте спросим у дедушки, сколько он в месяц платит за этот газ. Где-то около 30. 30 тысяч? Ничего себе, это же много. Ну, у меня 220 квадрат будет, 220. А, ну то есть вы нормально, да, вам что у вас 30 тысяч? Ну, пойдет, хотелось бы подешевле, но... Ага. Углем дешевле было топить? Углем дешевле было. Но мне уже угли я не могу поднимать, таскать. Вот опять же, а изначально власти говорили, что отопительный сезон с газом будет дешевле. Помимо этого, поговаривают, что после того, как все подключат газ, цены резко начнут расти. Опасения, конечно, такие есть. Я хочу сказать, что мы на уровне комиссии партийного контроля этот вопрос рассматриваем в течение последнего года. То есть минимум раз в полгода мы заслужим местные исполнительные органы и операторов этой программы. Спасения определенно есть, однако хочется думать, что все-таки цена на газ будет зафиксирована именно для отопления. Потому что цена на газ на автомобиле, я не пользуюсь, правда, газом. Да, там она растет. Но я думаю, что здесь она будет просто на уровне антимонопольного комитета уже фиксироваться. Есть еще одна причина низких темпов газификации столицы. О ней нам рассказали уже в одной из компаний, которая занимается тем, что проводит газ непосредственно от общей трубы до дома. Как выяснилось, что в Нур-Султане, скажем так, каждый второй дом имеет неузаконенное строительство. То есть это может быть летняя кухня, котельная. И получается по закону Гастронгаз Аймак не может подвести туда газ, ввиду того, что он неузаконен. Самовольное воспроизведение. То есть это основная проблема? Да, это сейчас основная проблема. И процедура узаконения, она занимает, скажем так, около полтора-два месяца. Александр рассказывает, что Акимат в курсе насчет сложившейся ситуации и обещали помочь упростить процедуру регистрации неузаконенных построек. Однако в управлении архитектуры об этом до сих пор не в курсе. Касательно общей позиции руководства города я сказать не могу. Но выдать в настоящее время решительные документы, что по факту стоит, это уже, конечно, мягко сказать, сложно, затруднительно. То есть здесь должна быть, я думаю, общая политика или общая позиция по данному вопросу. Но, опять же, закон есть закон. Если бы эту процедуру упростили, если бы была проведена более эффективная разъяснительная работа среди населения, что социально уязвимым слоям государство поможет оплатить часть суммы за установку, и что всем остальным можно взять беспроцентную рассрочку, если бы государство пообещало, что тарифы на газ дорожать не будут, то, глядишь, и темпы газификации бы заметно увеличились. Только сделать это нужно прямо сейчас, потому что впереди лето. Та самая пора, когда инфраструктуру для газификации лучше всего прокладывать и устанавливать. Асхат Ниазов, Ерлан Наурзбаев и Бутакос Джуманова. Хабар, 24. Американский президент Джо Байден заявил, что настало время для деэскалации в отношениях с Россией. Об этом он сообщил во время выступления после объявления новых санкций. Байден отметил, что США стремятся к конструктивным отношениям с Кремлем, чтобы преодолеть период напряженности. Напомню, согласно введенным мерам, Вашингтон высылает 10 российских дипломатов, а американский Минфин ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, предположительно связанных с вмешательством в американские выборы. Настало время для деэскалации. США готовы и дальше конструктивно продвигаться в этом процессе. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Мы должны и будем. Но если Россия пытается нарушить интересы Соединенных Штатов, мы будем отвечать. Мы всегда встанем на защиту нашей страны, наших институтов, людей и союзников. Официальная Москва, к слову, осуждает введение новых американских санкций и будет отвечать на них по принципу взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, цитирую, мы считаем их незаконными. Какими будут экономические последствия отведения санкций американских в отношении России, что ждет рубль в условиях финансовой изоляции и как на ситуацию отреагируют казахстанские тенге, экономические обозреватели Сабина Балашкина выслушала мнение специалистов и готова поделиться подробностями. По словам экспертов, экономика России и Казахстана связана тесно и, как правило, наш валютный рынок повторяет движение рубля. Как в этих условиях может измениться курс доллара, расскажу прямо сейчас. Продолжение эфира о ситуации. Санкции, введенные США в отношении России, в том числе против госдолга, мера одна из самых жестких, считает финансовый аналитик Арман Бесимбаев. Однако, по всей видимости, российские власти заблаговременно готовились к такому удару. Поэтому курс рубля уже отыгрывает все негативные последствия этого сценария. Плюс ко всему, российский центральный банк довольно активно выходил из американского рынка акций, продавал ценные бумаги и возвращал бюджетные деньги. В ближайшее время курс рубля ослабеет, но незначительно, считают аналитики, поэтому обвала российской экономики, скорее всего, не произойдет. Впрочем, в условиях санкций Россия живет не первый год, и экономика уже привыкла адаптироваться к ограничительным мерам. Эксперты допускают, что отныне крупными кредиторами России могут стать Китай и Индия. Что касается нашей валюты, то на фоне введенных санкций против России, по прогнозам Армана Бесимбина, курс к доллару, вероятно, будет складываться в пределах 430-440 тенге. О том, что рубль уже отыграл санкционный шок, считают также аналитики портала Тенгеномика. По их мнению, санкции против России не оказали существенного негативного влияния на казахстанскую валюту. Благодаря приложению АШИК в республике возобновят городские и междугородние экскурсии. Уже 21 апреля казахстанцы смогут путешествовать по регионам, находящихся в красной зоне. Чтобы подключиться к приложению туристическим компаниям, нужно оставить заявку на получение QR-кода через платформу «Инфо Казахстан». После им предоставить акт готовности на соответствие санитарным нормам. Далее региональная палата предпринимателей проверит все данные организации и присвоит QR-код. Согласно правилам, максимальное число туристической группы – 15 человек. Перед посадкой в автобус каждый турист должен будет подтвердить факт того, что он здоров, показав представителю турфирмы данные о своем статусе в мобильном приложении АШИК. Отмечу, к поездке не допустят тех, кто имеет красный либо желтый статус. Потребление алкогольной продукции снизилось в Казахстане почти на треть. Отечественные производители крепких напитков на грани банкротства. Причина все та же – коронакризис. Из 30 крупнейших предприятий, выпускающих спиртное, на плаву остались меньше половины. Чтобы не лишиться лицензии, предпринимателям приходится выпускать минимальный объем продукции. Из-за упавшего спроса значительная часть товара копится на складах, а заказчики не могут продать старые партии алкоголя. Что касается табачных изделий, то объемы производства этого товара, наоборот, оказались в плюсе. Прирост составил почти 2%. По информации Ассоциации Казалка Табак, в прошлом году виноводочная промышленность принесла республиканскому бюджету 81 млрд тенге, а табачная – 218. Отечественным работодателям планируют возмещать часть зарплаты сотрудников предпенсионного возраста. Минтруда объяснили, казахстанцам, которым осталось до выхода на заслуженный отдых 2 или 3 года, довольно сложно трудоустроиться. Чтобы решить проблему, в ведомстве обещают разработать новый проект под названием «Серебряный возраст». Это позволит государству покрывать за работодателя определенную сумму оклада пожилого работника, близкого к пенсии. В ведомстве также признали, что серьезные проблемы с поиском работы сейчас испытывает казахстанская молодежь. Больше всего это коснулось молодых людей в возрасте до 25 лет. И напоследок информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 430 тенге 43 тенов, евро 51514 рубль 5,61. Гульнар, на этом пока у меня все, поэтому до встречи в следующем информационном выпуске. Ждем. Это была Сабина Балашкина с экономическими новостями, а мы продолжим. Продолжение эфира о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире. Сегодня в Бразилии от COVID-19 ежедневно умирает больше людей, чем где-либо еще в мире. Об этом сообщает Рейтер. В местных больницах не справляются с наплывом пациентов. В медучреждениях бьют тревогу. У них заканчиваются седативные препараты. Успокоительные необходимы для пациентов при подключении их к КВЛ. Почти не остается места и в отделениях интенсивной терапии. Отмечу, с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 13 миллионов 700 тысяч человек. Свыше 362 тысяч скончались. Мы не можем вводить трубку при подключении к КВЛ без обезболивающих. Это плохая практика. Пациенту больно, а он даже не может сказать об этом. Все это очень сложно. Немецкую вакцину QRVac собираются протестировать на подростках. В клинических испытаниях примут участие до 40 несовершеннолетних. Из Перу и Панамы возрастом от 12 до 17 лет. Ранее руководство биофармацевтической компании из Германии заявило о скором одобрении препарата европейским регуляторам. Комиссия уже подписала контракт с QRVac на закуп 405 миллионов доз вакцины. В другим темам свыше 4 тысяч человек остались без воды и еды на острове Сент-Винсент после извержения вулкана. Вдобавок больше 6 тысяч местных жителей оказались в убежищах после эвакуации. И количество людей, оставшихся без крыши над головой, только растет. Густой пепел, осевший после извержения вулкана Суфиэр, забил водопроводную и канализационную системы. В результате чего целые районы остаются без водоснабжения с прошлой недели. Местные власти опасаются возникновения продовольственного кризиса, а также новой сейсмической активности, которая может ухудшить и без того неблагоприятную ситуацию на острове. Сейчас наша самая большая проблема – это вода и пыль. Но в целом мы стойкие люди, и я верю, что мы выйдем из этого сильными. Сильный пожар в перуанской деревне уничтожил по меньшей мере 50 домохозяйств. Тушить огонь бросились как пожарные, так и местные жители, спасавшие свои вещи. Но возгорание было слишком сильным. У многих домов обрушились кровля и стены. Некоторые же жилища и вовсе сгорели дотла. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара – электрическое замыкание. Местные власти расследуют инцидент. Не меньше 4000 тонн земли и камней свалилось с обрыва на южном побережье Англии. Сорвавшиеся скалистые образования длиной 155 километров являются объектом наследия ЮНЕСКО. И привлекают множество туристов. К счастью, в момент обрушения рядом никого не было, поэтому пострадавших нет. По словам местных жителей, это самый крупный оползень в регионе за последние 60 лет. Эксперты же говорят, что произошедшее – пример естественной эрозии берега в результате дождей и сильных ветров. Сейчас эфир продолжит между строк, и вот что вы увидите далее. Четыре часа огнеборцы тушили пожар в Павлодарской области. Площадь возгорания составила более 500 квадратных метров. В четвертьфинал Лиги Европы определились все полуфиналисты ежегодного международного турнира. В Японии появилось сообщество казахов. Много ли наших соотечественников проживает в стране восходящего солнца? Не переключайтесь. США начинают глобальную налоговую реформу. Немецкое издание Handelsblatt называет ее революцией в международном налоговом праве. Правительство США намерено изменить налогообложение транснациональных концернов и таким образом положить конец международному налоговому демпингу. Однако оно выдвигает несколько условий, пишут авторы материала Ян Хильдельбрандт, Мартин Грайфы и Моритс Кох. Изменению глобальной политики в этой сфере дал импульс Джо Байден. В документе Министерства финансов США, который попал в распоряжение редакции газеты Handelsblatt, в общих чертах изложены планы американского президента. Там, например, сказано, что за последние 20 лет Соединенные Штаты в ходе разрушительной конкуренции постоянно снижали корпоративные налоги. Теперь этому будет положен конец. Этим шагом правительство США не только подтверждает свою поддержку в ведении минимальной мировой ставки корпоративного налога, которая, согласно документу, должна составлять 21%. Оно заявляет также о готовности по-новому организовать распределение глобальных налоговых поступлений, говорится в статье. Издание продолжает. Много лет транснациональным концернам удавалось масштабно экономить на налогах. Для этого они переносили прибыли из стран с высокими налогами в государства, где налоги низкие, или же сразу в налоговые оазисы. На одних только богамах временами регистрировались доходы корпораций, исчисляющиеся триллионами долларов. Согласно плану США, налогообложение транснациональных компаний отныне будет частично ориентироваться на товарооборот в той или иной стране. В будущем это не позволит компаниям ускользать от уплаты налогов там, где они хорошо зарабатывают. «У нас есть исторический шанс прекратить фатальную глобальную гонку за самые низкие корпоративные налоги», сказал министр финансов Германии Олаф Шольц в интервью Handelsblatt. По его мнению, в результате получат пользу все государства. Мясо вредит планете. Действительно ли это так, попытался выяснить журналист Фигаро Поль Сюги. В Национальном собрании Франции подходит к завершению обсуждения законопроекта о климате, который может заставить каждого француза есть меньше мяса и в основном употреблять мясо местного производства, выращенное в хороших условиях. Задача – снизить его потребление во Франции на 20% и сократить выбросы углерода. Производство мяса уже несколько лет считается очень загрязняющим видом деятельности, на который, согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2013 год, приходится почти 14,5% глобальных выбросов углерода. Поэтому с точки зрения многих защитников окружающей среды предпочтительнее было бы постепенно сокращать потребление мяса. Однако далее журналист приводит точку зрения противоборствующего лагеря. С активистами не соглашаются многие ученые. Так, например, физик Кейр Уотсон обвиняет их в скрытых идеологических мотивах. Автор пытается резюмировать ключевые элементы дискуссии, в чем обвиняют животноводство. В основном в том, что оно ответственно за значительную часть мировых выбросов парниковых газов. Автор указывает, в глобальном масштабе на мясо приходится значительная часть выбросов, но в развитых странах производство мяса намного меньше загрязняет окружающую среду. К тому же очень большую долю выбросов производит транспорт. Следовательно, потребление местного мяса действительно представляется очень эффективным решением для сокращения доли сектора в общих выбросах парниковых газов, заключает Поль Сюги. Олимпийские игры в Токио не станут отменять из-за коронавируса. За 100 дней до запланированного открытия летней Олимпиады в японской столице вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коус исключил возможность отмены соревнований в последнюю минуту. Отложенные на год летние игры состоятся, как запланировано, сказал он, заверив, что предстоящая Олимпиада будет максимально безопасной, насколько это возможно. В целях предотвращения очередной вспышки пандемии решено закрыть въезд в Японию для иностранных болельщиков, родственников спортсменов, а также гостей, приглашенных спонсорами и спортивными организациями. Соревнования открываются 23 июля. Согласно последним опросам, более 70% японцев выступают за отмену или новую отсрочку летней Олимпиады. Плохая гигиена полости рта повышает риск деменции, утверждают американские ученые. Подробности в материале Daily Mail. Для своего исследования ученые взяли образцы спинномозговой жидкости, окружающей головной и спиной мозг, а также мазки на определение бактерий из десен добровольцев. Выяснилось следующее. У людей с плохим состоянием полости рта также повышен уровень бета-амилоида – опасного белка, обнаруживаемого в мозгу людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Бета-амилоидные белки слипаются в головном мозге и образуют бляшки, которые окружают нервные клетки, приводя к снижению когнитивных функций, говорится в статье. Таким образом, исследователи предполагают, что наличие большого количества полезных бактерий во рту человека может помочь бороться с воспалением и защитить от болезни Альцгеймера. Это новости. Мы продолжаем. Крупный пожар по Ладарской области. В одном из сел сгорел женский монастырь. В ИТРА у ребенка остался в заперте в квартире со включенной газовой плитой. А в Уральске мужчина пытался передать в колонию запрещенный товар, спрятанный в подошве обуви. Подробности в хронике происшествий. Женский монастырь изгорел в Павлодарской области. ЧП произошло поздней ночью. Огонь охватил все здание целиком. Всего площадь возгорания составила более 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Но специалисты говорят, все могло быть гораздо хуже, если бы взорвался газовый баллон, который спасатели вовремя вытащили на улицу. Тушили пожар порядка четырех часов. В работах задействовали 35 человек личного состава и 7 единиц техники. Причины происшествия предстоит выяснить дознавателям департамента ПЧС. Сотовый телефон и зарядку, спрятанной в подошве обуви, пытался передать в колонию житель Уральска. Поскольку адресатом являлись заключенные, посылку перед отправкой тщательно проверили. Тут-то и выяснилось, что передача сюрпризом. В результате мужчину оштрафовали на 30 тысяч тенгет. Вот содержимый терапаратор Абискан. Вот зарядка от телефона, похоже на сотовый телефон маленький, и вот шнур от телефона. Также попрошу заметить, внутри, под стелькой. В Атрау семилетняя девочка заперлась в квартире и не могла открыть дверь. Мать ребенка всего на несколько минут вышла в магазин, но попасть обратно в дом не смогла. Накалил ситуацию тот факт, что внутри осталась включенной газовая плита. Стревоженная женщина сначала обратилась к спасателям, но из-за отсутствия снаряжения для ночной работы, те ничем помочь не смогли. В итоге на выручку пришел сотрудник полиции, который с помощью троса влез в квартиру и открыл дверь. В Жамбылской области полицейские изъяли из незаконного оборота героин. Сначала чуть больше грамма наркотиков обнаружили у жителя Тараза. Дозу он прятал под одеждой. Позже белый порошок оперативники нашли при досмотре автомобиля в селе Ахшулак. На этот раз пять целлофановых свертков общим весом 2 грамма пассажир прятал в прикуривателе машины. Задержанный дал признательные показания. Водворен ВВС города Тараз. Начато досудебное расследование по статье 296, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. Наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет. Житель столицы угнал велосипед. Произошла кража посреди белого дня и попала в объектив камеры видеонаблюдения. Молодой человек зашел на территорию ЖК и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал двухколесный транспорт. Вскоре парня нашли полицейские. Ему теперь грозит уголовная ответственность. Пандемия никак не повлияла на сроки посевов в Жамбулской области. Посевная кампания в регионе началась на 20 дней позже обычного из-за дождливой погоды. Как и в прошлом году, многие сельхозтоваропроизводители перешли на более рентабельные культуры, которые пользуются спросом. В области на 500 гектаров увеличили посевы лука, почти на столько же картофеля. Специалисты заверяют, что посев зерновых завершат до конца апреля. Параллельно сеют масличные, овощные культуры и сахарную свеклу. Для посевных работ аграриям выделили гарантированное удешевленное топливо. Но проблемы все же имеются с приобретением химических препаратов и удобрений. Вот этот вопрос сейчас у нас решается за счет финансирования программы «Кендала» через аграрно-кредитную корпорацию. В этом году выделено более 400 миллионов тенге. И эти финансовые средства были распределены по районам сельхозтоваропроизводителей на весенние полевые работы в виде кредита. Проблемы есть со старой техникой. На это имеются все государственные поддержки. В прошлом году у нас обновление техники по нашим расчетам составило более 10%. Сообщество казахов появилось в Японии. Учредительное собрание организации прошло в посольстве Казахстана в Токио. Наших соотечественников в стране восходящего солнца немного. Но все они успешно работают и учатся на японской земле. С активистами казахской диаспоры познакомился Владислав Цой. В Японии проживает всего 191 гражданин Казахстана и около 70 этнических казахов. Для страны с населением больше 126 миллионов человек это очень мало. Но у каждого нашего соотечественника здесь своя история успеха. Антон Голубь из города Таинша Североказахстанской области победитель конкурсов по японскому языку в Казахстане, России и Узбекистане. После окончания казну имени Альфараби и магистратуры Токийского университета, Антон устроился на работу в одну из японских компаний. Вот уже в течение двух лет работаю в японской компании. Я рад, что создано такое сообщество. Находясь за рубежом, хочу поддерживать связь с соотечественниками. А эту гуманитарную помощь, 200 защитных костюмов и больше 5000 масок в Казахстан отправил Абдебек Калибек. Уроженец Синьцзянь-Иугурского автономного района КНР, живет в Токио 19 лет. Здесь Абдебек преподает, работает детским хирургом и руководит туристической компанией. Теперь он возглавит сообщество казахов Японии. В связи с 30-летием независимости Казахстана соотечественники, находящиеся в Японии, объединились и создали ассоциацию. Цель ассоциации 4-5 раз в год – собираться, обсуждать наши проблемы, обмениваться информацией и мнениями. Но не только для встреч создано сообщество. Подписан меморандум о сотрудничестве с казахстанским фондом от Андастар. Если наши зарубежные соотечественники захотят открыть бизнес в Казахстане, и им нужна будет помощь, вы можете к нам обратиться. И эти планы можно реализовать. Или если казахстанские бизнесмены с вами захотят открыть бизнес, мы поможем вашему сотрудничеству. Наши соотечественники, где бы они ни находились, ищут друг друга и не прерывают связь с Родиной. Организованное ими объединение получит полную поддержку посольства. Я верю, что работа сообщества приведет к укреплению культурных связей между Казахстаном и Японией. О том, что пишут на просторах социальных сетей, узнаем из программы «Репост». Приветствую всех, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире «Репост». Интересных новостей в сети сегодня достаточно. И о них расскажу я, Юлия Немзорова. Сегодня одной из главных тем стали боты. Телеграм-канал Кумаш выдал интересный слив инсайды работников ботоферм. Тех самых, кого всегда устраивает зарплата, дороги и другие блага цивилизации. И количество которых в казахстанском сегменте соцсетей оценивают от 10 до 20% от числа всех пользователей. Вот самое интересное, что нам публикуют авторы канала. Ботофермы есть практически при каждом окемате, министерстве, нацкомпании и партии в Казахстане. Чаще всего их кабинеты находятся в самих госучреждениях. Официально их называют СММ-отделами. В одной ботоферме работают 5-10 человек. У каждого бота от 5 до 20 фейков в разных сетях. При этом на каждом нужно поддерживать активность. В самых продвинутых фейках для аватара и постов используются фотографии с чужих страниц. Кстати, ботодеятельностью могут заниматься как наемные работники, так и сами сотрудники. График работы, как у обычных людей, с 9 до 19 с обедом. Но иногда приходится работать по выходным, если нужно срочно откометить какой-то пост. Отчеты о проделанной работе бот отправляет куратору в виде скринов или ссылок. Кстати, большинство комментаторов написали, что они с удовольствием пошли бы на такую работу. Ведь зарплату там платят, как пишут, до 200 тысяч тенге. А потом мы удивляемся, что ботофермы процветают. Основная их работа – писать комментарии на посты и статьи, которые им скидывают. Например, если что-то плохое выложили про Акима, надо сразу атаковать дизлайками и негативными комментариями. Делать копипад ботам не разрешают. От каждого фейка должен быть уникальный текст. Имидж – все. Трафик – тоже все. И, как сообщают комментаторы, этим цифровым фермерам нужно искать новые пути продвижения своих идей. Телеграм начал войну против ботоводов и прочих негодяев, которых все эти очень нежно не любят. В общем, порадуемся в честь новых фич в Телеге, которые помогут выявить всех ботоводов и избавиться от накрутчиков просмотров. Ну и для тех, кому интересно, начерта каналам себя портить ботами и накрутками – бабки. Все дело в бабках, ребята. Например, знаем одних ушлых недоаналитетов, пишут комментаторы, которые бегали по Телеге и покупали нативку и блоки. А потом у них сработал коллективный разум в другом направлении. Почему бы не завести свой канал, раскрутить его и зарабатывать бабки на вливании блоков у клиентов? Мы такое не приветствуем. Но самое забавное, что они сделали свой цирк с конями. Накупили больше 20 тысяч ботов за месяц и решили, что ворвались в Телеграм. Сели на блоки и сидят довольны. И только вот накрутчиков и ботоводов видно сразу. Мы с ними предпочитаем дел не иметь и всем это советуем. Тем более, что угроз цена контента с такими авторами, кажется, спасение близко. Немного образовательных новостей. Сетевики комментируют инициативу правительства отрабатывать по специальности выпускников вузов, отучившихся на гранте, в течение пяти лет. Требование трудоустроиться до 1 сентября выпускников года, будем честны, надело много информационного шума. И в Телеграме проехались по нему. Погодите, государство определило, что данная специальность будет востребована через 5 лет и стимулировало молодого человека поступить на эту специальность, выдав ему грант? Гипотетический выпускник по выпуску становится заложником ситуации и бегает, ищет работу 2 месяца. Почему государство в этом случае не подтверждает свою аналитику и не трудоустраивает его? Снизить градус решили комментаторы и напомнили, что стипендиатов Балашака тоже сначала кошмарили отработкой. Но в итоге это оказалось не так важно. Выяснилось, что можно просто где-то работать. В соцсетях обсуждают работу приложения Ашик. Фейсбук-сообщество испуганно не на шутку. За неделю более ста болеющих и близко контактных пытались попасть в залы и различные салоны, где работает приложение. И, естественно, сразу сбежали с места в момент, когда загорелся красный индикатор. Так вот, службы СЭС и полиция предупреждают, что убегать смысла нет. На вас все равно составят административный протокол. Вопрос другому. Людей на руках подтвержденный COVID-19. Смертельный вирус. Даже если он проходит бессимптомно, можно убить других людей, у которых слабый иммунитет. Неужели это сложно понять, спрашивают педрукчане. А комментаторы предлагают как-то продумать контроль не только входа в заведение, но и ввод информации. Так как, во-первых, достоверно неясно, своими данными посетитель вводит в приложение. И второе, никто внимательно не следит за тем, что показывает клиент. Смотрят на цвет. Но ведь так можно сделать любой скрин с синим статусом и мельком демонстрировать его администраторам. Тут есть над чем задуматься и разработчикам, и админам заведений. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. И в завершении выпуска в крупнейшем соборе Венгрии нашли капсулу времени. Ей 176 лет. Находку обнаружили внутри купольного креста во время недавних ремонтных работ. Медный контейнер пострадал от артиллерийского снаряда. Церковь пережила Вторую мировую войну. Однако послание, хранившееся внутри, не пострадало. Историки обнаружили там документы о строительстве собора в практически идеальном состоянии. По словам директора сокровищницы храма, эти бумаги позволяют заглянуть сквозь века. Во времена, когда здание только строилось. Теперь в крест планируют заложить новую капсулу времени для потомков. Реставрацию купола планируют завершить к концу июня. Архиепископ знал, что не сможет завершить строительство при жизни. Поэтому, когда крест был закончен, хотел оставить внутри память о рабочих и той эпохе, в которую был построен этот храм. И на этом пока все. Всего доброго и до свидания.